здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня на примере своих растений я покажу как можно вегетативно размножать ампельные растения именно сурфинию в этом видео я покажу от начала и до конца весь процесс от побега достаточно развитого берем некоторую его часть верхушечную приблизительно до 5 сантиметров обрезаем следующий побег обрезаем и так далее что дальше делаем с этими побегами зачищаем до определенной высоты убираем это что растет то есть листочек это что хочет из-под этого листочка побег второго порядка уже пытается выйти это особый сорт сурфинии который не требует прищипки дополнительно так цветоносы которые пытаются тоже образоваться тоже убираем обрезаем все имеем вот такой черенок который сейчас и будем укоренять то же самое делаем со следующим и так получили 12 черенков заранее приготовил я уже ячейки ячейки этой кассеты наполнил торфом классманом чистым и промочили друзья путем замачивания прямо в чистую воду теплую мы окунули не с головой как говорится а только нижнюю часть заподлицо чтобы сверху вода не хлынула в ячейки не уплотнились вода поступила снизу через отверстия которые имеются в донышке каждой ячейки в общем все промочилась что делаем дальше друзья давайте покороче сейчас буду это все показывать нам понадобится корневин корневин это необходимое условие для укоренения вот этим способом о котором я рассказываю понадобится карандаш какой-нибудь и делаем небольшие отверстия в почве кассетных ячеек сейчас будем немножко смотреть по глубине возможно придется глубину добавить чуть-чуть возможно чуть-чуть уменьшить проделываем и теперь каждый черенок обмакиваем в корневине обмакнули отряхнули поместили до упора и уплотнили берем следующий черенок обмакнули поместили уплотнили и так далее в принципе процесс черенкования завершён единственное осталось соблюсти условия необходимые для дальнейшего хорошего укоренения этих черенков друзья полиэтиленовый прозрачный пакет и относим это в дом в мини тепличку я думаю многие из вас знают наши мини теплички средняя температура в мини теплички постоянная не колеблется днем и ночью нет больших колебаний порядка 20 22 градусов искусственное освещение сейчас вот эти черенки ни в коем случае нельзя оставлять на прямых солнечных лучах в рассаднике тоже нежелательно потому что идут большие перепады дневные ночные температуры мини тепличка идеальное место для прорастания теперь давайте посмотрим вот у нас некоторое количество черенков которые мы уже прорастили именно в мини теплички пользовались именно таким способом о котором я сейчас вам рассказал и так давайте посмотрим на корневую систему этих растений приподнимем листочки но ведь и корешки видны уже прямо не вынимая даже земляного кома из ячейки хорошо использовать кассету в которой есть внизу отверстие вот видите наросло корня давайте посмотрим следующую этим черенкам порядка двух недель как они были помещены на проращивание что мы с ними сейчас будем делать мы конечно же пересадим уже из кассетных ячеек в рассадные стаканы друзья для начала примеряемся конечно наши знаменитой ручкой напильником под объем почвы который занимает ну идеально как видите заподлицо идеально становится немножко прижали все готово это самая легкая самая приятная часть работы по укоренению по черенкованию потому что видны уже плоды как говорится труда успешные из десяти черенков укоренения стопроцентное то есть все десять черенков укоренились друзья это высокий результат кто проращивал тот со мной я думаю согласится но вот в принципе все совершенно как говорится не трудно получить дополнительный посадочный материал из каждого вот этого небольшого укорененного черенка мы обязательно вырастим роскошное ампельное растение и нам не придется тратить лишние деньги чтобы покупать его на рынке сейчас мы это все польем водичкой с применением янтарной кислоты 2 грамма на 10 литров воды и они будут расти у нас дальше и со временем обязательно займут свое достойное место на вот этой полке на которой мы выращиваем в этом году черенки друзья ну затем как будем дальше с ними поступать как будем высаживать в кашпо и так далее обязательно думаю будем показывать на нашем канале так что оставайтесь с нами кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на наш канал ну а кто еще не подписался к нам на страничку в инстаграме приглашаю подписаться друзья много интересного веселого так что заходите я думаю жалеть не будете спасибо за внимание всего вам доброго до свидания до новых встреч